Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, хотелось бы начать? Ну, смотрите. ВТБ повысил ставки по вкладам в максимальное составе 20%. Почему я это вам говорю, господа? Потому что в прошлый раз мы помним, что происходила подобная история. То есть, непосредственно банки начали поднимать ставку по депозитам. Но решения по процентной ставке со стороны Центробанка, они в итоге оказались, собственно говоря, неизменны. Правда, со следующего заседания в итоге ее подняли. Поэтому это можно связывать как некие, скажем так, сигналы о том, что все-таки ожидает повышение ставки. И это, как мы понимаем, говорит о том, что, соответственно, как я и говорил, эмиссия рубля явно будет увеличиваться. Потому что сейчас мы это тоже с вами разберем. Ситуацию с нефтью. Нефть просто обвалили. Нефть просто обвалили. И это, безусловно, конечно, влияет на пополняемость бюджета. А, естественно, если нефть упала, а это очень важно, фактически ниже 60, сейчас мы об этом тоже с вами поговорим, то, собственно говоря, безусловно, это будет говорить о том, что у нас меняется направление бюджетного правила. Значит, смотрите, с рубрики начнем. Я же вам говорил. Значит, смотрите, рубль пошел на ослабление. Как я вам и говорил. И я вам сказал о том, что если мы зайдем за 90-55, я говорил как? Что, может быть, до ставки до 90-55 пробоя не будет. Но если мы все-таки за него зайдем, то тогда открывается дорога на 92-22. Я считаю, господа, что это связано в том числе с тем, что я же говорил, атаками на Российскую Федерацию. Я вас предупреждал, что мы ждем. И что в ближайшее время они однозначно нанесут по нам удар. И также я вам говорил, в зависимости от того, как они нанесут и чем и где. И ситуация выглядела в итоге следующим образом. Удары были по всей России, в том числе по Подмосковью и Москве. И здесь были удары по гражданским домам, квартирам. Массированная ночная атака врага на территорию России. Средствами ПВО были уничтожены и перехвачены. 144 украинских БПЛА самолетного типа. Притом, смотрите, сейчас я вам покажу, по-моему, будет здесь более... Да-да-да, вот смотрите. Одна из самых массированных атак украинских дронов в Камикадзе по Московской, Брянской, Калужской, Курской и Липецким областям сегодня ночью. Конечно, это все не 404, это все не они. Это ублюдские англосаксы, естественно. И беспилотники этих ублюдков. Это тоже вполне доказанный факт. Более того, эти же ублюдки все это сопровождали. Все удары БПЛА по территории Российской Федерации сейчас сопровождают самолеты ДРЛО, ублюдков НАТО. Эта ночь не была исключением. Дальше. НАТО готовит какой-то план по Калининградской области. Это тоже надо понимать. Я вам говорил, что сейчас все это будет только раскручиваться. И что по факту мы входим, уже вошли в новую фазу. И к вопросу о том, что, как говорится, миновать историю с войной, делая какие-то прогнозы, аналитику. Я вам сказал, не получится ни в каком раскладе. Очень радостно, что наконец много срателей в комментариях, наконец поутихли. Многих мы, конечно, почистили. Некоторые все-таки, наверное, как говорится, сделали определенные выводы. И, естественно, долго мы больше о них сегодня говорить не будем. И слава богу. Как я уже говорил, чем меньше будет вот этого ненужного говна в комментариях, тем, соответственно, будет более короткие видео. И они, соответственно, будут более, что называется, существенные, объективные с точки зрения ситуации, которые мы, естественно, отслеживаем. Как я уже сказал, ситуация с Российской Федерацией напрямую будет влиять на ситуацию с курсом. И я вам сейчас, господа, докажу, что есть косвенные подтверждения этому. Ну, вот смотрите, на что бы я обратил внимание. И я заметил, что, ну, как правило, в последнее время такие, скажем, сигналы появляются. Обратите внимание, у нас сегодня юань к рублю, собственно говоря, грубо говоря, тамароу, да, вот этот кросс-курс. И форекса, который неофициальный, да, разошлись практически, ну, практически на 20 копеек. То есть, до этого они были где-то 5-10 копеек, сегодня произошел разрыв в 20. Ровно такое же начало вот такого резкого разрыва происходило тогда, когда у нас произошли атаки на прорыв Курской области. Помните? Тогда у нас юань вообще разорвался на целый рубль. Итак, если мы посмотрим на официальный курс, то у нас сегодня официальный курс 12.69. То есть, как я вам и сказал, ослабление продолжается. С 62 мы набрали еще 7 копеек, 69. Но, как вы видите, все равно, если смотреть по, условно говоря, официальному и неофициальному форексу, да, то есть кросс-курсу и неофициальному, здесь все равно разрыв 20 с лишним копеек. И это говорит о том, что, скорее всего, вот эта ситуация, потому что, смотрите, доллар сегодня никуда вообще не ходил, изменений никаких не было, а непосредственно в секции курса доллар-рубля здесь динамика была. И, как я уже сказал, неофициальный юань вырос больше, чем с таким уже серьезным разрывом, чем официальный, да. И это, скорее всего, вмешательство, прежде всего, я думаю, все-таки геополитики. Потому что, еще раз говорю, зависимости с курсом не было. А официальный курс, вы видите, он, в принципе, идет в той же парадигме, как он и был. То есть вот этот кросс-курс, да. Что с долларом-рублем? Здесь, соответственно, то же самое, смотрите, да. С 90.38, внимание, мы выходим на 91.10. На 90, даже 91.11. Это о чем говорит? Это, как я уже сказал, пробитый 90.55. То есть для этого у нас был 90.38, мы еще как бы остановились 90.55, да. А сегодня мы его пробили. И фактически мы выходим в зону 92.20. Ослабление рубля продолжается, что и требовалось доказать. И по курсу евро, конечно же, да, 90.90 уже, 99.90 у нас было уже вчера. Сегодня уже 149. То есть 150. О чем я вам вчера и говорил. В какой диапазон мы пойдем. Что как только мы в итоге пробили 99.44, 101.101.50, это вот тот диапазон, который потом в итоге выведет на 102.64 и 103. Конечно, господа, с большой вероятностью, мало того, что был удар по Российской Федерации, и это, соответственно, послужило ослабляющим фактором рубля. Посмотрите, что творится с нефтью. Нефть упала ниже 70. То есть уже диапазон даже не 72, а 74, а фактически ниже 70. Обратите внимание, все это происходит одновременно. Падает цена на нефть, одновременно атакуется Российская Федерация, натовские ублюдки готовят новые попытки прорвать там, в новых участках, даже по Сувалкинскому, собственно говоря, переходу. Есть уже риски, поэтому по поводу разговора о том, что в Калининградской области что-то готовится. Смотрите дальше. Помимо всего этого, НАТО увеличивает контингент у границ Белоруссии, 32-тысячные военных НАТО сосредоточены у границ Белоруссии. Обратите внимание, не ВСУ, а именно ублюдские НАТО, именно их контингент. Сообщил Валерий Ревенко, помощник главы Минобороны Республики Беларусь, по вопросу международного военного сотрудничества. По словам Ревенко, ублюдские силы НАТО, в том числе и США, и Европы, продолжают наращивать свое присутствие в регионе. Особое внимание уделяется милитаризации Польши, Литвы и Латвии, которые готовятся к приему больших контингентов и иностранных войск. То есть это базы переброски фактически. Мы наблюдаем процессы милитаризации у границ нашей республики. Подчеркнул представитель Минобороны, отметив, что ситуация требует пристального внимания. Это к тому, господа, о чем я вам все время говорил, что как не смотреть на войну? Как, сука, превратиться в страусу, засунуть голову в песок и делать вид, что ничего не происходит? И если тебя, простите, сзади там в эту задницу долбят, то делать вид, что так и должно быть. Нет, не получится. И все это, естественно, будет, как я сказал, отражаться и на рынках, и на валюте. И не рассматривать эти факторы просто невозможно. Иначе это просто быть идиотом, который просто отвергает реальность, как это делают на Западе, в Европе, во всех инфопомойках, вот этих непосредственно для, как говорится, своего населения, которое зомбировано полностью, полная тень не имеет, что вообще в принципе в реальности происходит. Но мы-то все-таки понимаем, что для того, чтобы делать какие-то прогнозы, игнорировать все это не получится. Иначе никаких прогнозов у вас не будет. Это будет чистой воды фальсификация того, что вы изображаете какой-то прогноз, какую-то аналитику и так далее. Поэтому еще раз говорю, вещи абсолютно взаимосвязаны. Дальше, естественно, после этой атаки, а я вам сразу хочу сказать, что эта атака была только преддверие. Это такая прелюдия. Во-первых, с большой вероятностью прощупывали наше ПВО, смотрели, где оно как, потому что спутниковая группировка вся, естественно, натовских ублюдков работает практически над каждым метром нашей земли. Соответственно, они все это дело выясняли, где чего, какое ПВО, где как отработали и так далее. Соответственно, перегружали, то есть, понятное дело, чтобы, как говорится, большое количество ракет потратили там и всяких боеприпасов. Но все это только начало. Все это только начало. Я вам говорил, что да, будут жертвы, да, нам придется получать, как говорится, негативные новости, что нам надо быть готовыми, чтобы по нам по-любому ударят и ударят и достигнут удары целей. Потому что, еще раз говорю, территория большая, огромная, все перекрыть не получится. Это уже тоже, как известно, доказала, как говорится, реальность. Вот. И это только начало. Потому что, еще раз говорю, пока это только беспилотники. Да, это беспилотники натовских ублюдков. Естественно, они отползают. И мы видим, что после этого заявления наших, как говорится, властей резко усилились. То есть, и Шойгу сказал о том, что никаких переговоров с Киевом не будет, пока российская армия не выдворит террористов с территории Курской области. Ну, и там дальше он совершает атаки на Курскую атомную станцию и так далее. Мы все это сейчас разбирать не будем. Нас это уже не очень интересует. Разговоры о том, что, собственно говоря, также были договоренности не бить по энергоструктуре. И, собственно говоря, 404-я все это сорвала. Ну, потому что понятно, что это натовские ублюдки, естественно, стоят. 404-я просто пустое место. Просто пустое место. Ничего из себя не представляющие, не принимающие, никакие реальные решения, ничего. Они, в принципе, из себя ничего не представляют, кроме как полностью, как говорится, подчинение натовским Ротшильда-Рокфермерским ублюдкам. Все. Тут как бы понятно и очевидно. Поэтому здесь, естественно, они ничего решать не будут. И все вот эти заявления о том, что им там кто-то что-то разрешил, что они там будут использовать, например, те же управляемые бомбы, как у нас. То есть они будут, типа, не ждать помощи со стороны США, а будут сами делать эти бомбы. Все вот это фуфло, то, что они там из себя что-то там могут. Да, у них там были в свое время очень серьезные производственные мощности, достаточно научный был потенциал, потому что все это было СССР. Это все было СССРовское. Естественно, все там готовилось к той же ядерной войне с теми же натовскими ублюдками. Естественно, все это вкладывалось. А потом они просто все это получили в подарок и разбазарили, потому что никогда своего ничего не имели. Ну, и в этой ситуации, естественно, дальнейшие атаки, они могут быть уже гораздо более серьезными. со всеми вытекающими. А нас, как я уже сказал, прежде всего интересует реакция рынков потом. Потому что, соответственно, если начнется признаки втягивания в Третью мировую, они уже, в принципе, начинаются. Постепенно. Пока это, как говорится, была такая прелюдия, а дальше, соответственно, уже начнется гораздо более серьезные действия, которые, соответственно, начнут уже непосредственно приводить совсем к другим последствиям. Вот смотрите, еще один момент. Киев провел переговоры с террористами в Сирии для их привлечения к операции против России, пишет турецкая газета «Айнделинг». Украинская делегация на встрече в Сирии потребовала освобождения известного главаря террористов Амара Ашишани и некоторых радикальных террористов из тюрьмы. В обмен на освобождение Киев предложил предоставить 75 беспилотников, говорится в материале. Газета «Айнделинг» подчеркивает, что 404-я испытывает острую нехватку военных. Из-за этого Киев сначала опустошил собственные тюрьмы, а затем обратился к террористической организации с этой же целью. Ну, потому что 404-я – это страна-террорист. Мы это уже знаем. Она фактически уже принадлежит только к одному в итоге – к уничтожению. Другого варианта нет. Вот этот режим, который управляет, вот эта банда 404-й, естественно, является главарями просто террористического режима. И, соответственно, вообще 404-й как таковой не будет. Как государство, которое ей в свое время просто тупо подарили, она не прошла проверку. Она государством быть не может. Это уже доказали факт, потому что сами по себе они пустое место, ничего в итоге не представляют. Сразу все распродали, легли под, соответственно, натовских ублюдков и, соответственно, сатанистов. Сами являлись тоже в большинстве своем западная часть, естественно. Естественно, та часть, безусловно. Не та, которая, естественно, ДНР, ЛНР и так далее. Вообще основная часть, безусловно, она являлась русской. Русской. Но были нацисты и фашисты, которые, собственно говоря, захватили дальше контроль и начали уже продвигать этот нацизм, фашизм по всей. Поэтому тут уже ничего не сделаешь. Вирус пошел. Вирус только уничтожать. Другого варианта нету, потому что по-другому он как бы все равно иначе воздействие на 404-ю не потеряет. Поэтому мы это видим. Заявление все, как говорится, Шойгу там, заявление Лаврова там и так далее, и так далее, и так далее. Что однозначно переговоров с 404-й не будет. И как мы уже понимаем, действует конкретно уже не 404-й, потому что у нее уже по большому счету большое количество тех, которые были мотивированы, нацисты, фашисты, уже сократились. Многие уже там находятся, где им, как говорится, должно было быть место на том свете, вместе к Бандере своему. Но надо понимать, что на этом, естественно, процесс не остановился. Теперь это все будет перекрываться натовскими ублюдками, натовскими подразделениями. Что, в принципе, и происходит. Поэтому в ближайшее время, как я уже сказал, мы идем к тому моменту, а вот, между прочим, смотрите, Сирия не просто так тоже сейчас всплыла, по сирийской базе Израиль наносил удары. Есть, кстати, информация, что так как у нас все-таки там российская база находится, потому что, смотрите, удары по Сирии, это фактически удары по России. Потому что мы полностью там это все поддерживаем, соответственно, Асада, и, соответственно, даем безопасность Сирии. Это все мы делаем. А израильские сатанисты, которые прекрасно понимают, что, еще раз говорю, скоро по ним полетят Искандеры в итоге, они в итоге довыпендриваются, потому что ситуация на Ближнем Востоке, она сейчас находится в такой стратегической паузе, стратегической такой паузе, которая фактически в любой момент может перейти резко в активные действия. И Израиль надо наказать, его надо уничтожать. Вот вся эта северная граница, однозначно надо стирать тоже пыль, пока они, так сказать, не остановят вот эти боевые действия в секторе газа. И вот это фуфло про переговоры в итоге пропадет окончательно. Мы видим, что на этом, естественно, и цены на них взбивают и так далее. Мы видим, что вот эти события, которые происходят, я говорю, они абсолютно взаимосвязаны, и они требуют в итоге дополнительных принятий решений, которые в ближайшее время явно будут приняты. Атаки по сирийской базе, российской фактически, это тоже туда же, потому что мы уже говорили, что американских ублюдков с Сирии надо выкидывать полностью. Эти твари не должны контролировать сирийскую нефть. Эти твари там находятся незаконно, просто как колонизаторы, поэтому они там должны сдохнуть. Их там быть просто не должно. Либо просто уйти. Тут два варианта, либо сдохнуть, либо уйти. Поэтому, естественно, мы видим, что основной плацдарм, который позволяет, это как раз сатанинский Израиль, который позволяет, собственно говоря, атаковать Сирию. Но уже вроде как есть информация, что один израильский ублюдский самолет сбит. Гарантии пока как бы стопроцентной нету. Подтверждения прям на стопроцентных нету. Но я думаю, что чем больше таких самолетов будет сбито, тем больше эти ублюдки перестанут там летать. Но, и обратите внимание, никакого гвалта, никакого там скандала, объявления там Третьей мировой, ничего не происходит. Как я уже говорил, эти ублюдки будут бояться вообще где-либо задействовать реально принимать, как говорится, при участии США. Любое. А если участвовать будет Израиль где-то еще дополнительно, кроме как в прокси-варианте, это втянет США однозначно. Мы уже об этом говорили. Сатанисты будут прикрывать друг друга. Это ясно. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке начинает тоже развиваться. Ситуация Сирии, безусловно, может, как говорится, открыться новым фронтом. Мы понимаем, что в прокси-варианте там можно уничтожать американские базы, уничтожать, также наносить удары по Израилю. Это уже достаточно будет, соответственно, запуститься той же Хезболея, соответственно, Хуситом и прочее. Обратите внимание, пока, пока активных действий там сейчас не происходит. И это очень важный момент. Потому что, как правило, это говорит о том, что какие действия там, если начнутся, то они, скорее всего, будут совершенно на другом уровне, чем было до этого. Также надо понимать, что впереди выборы США. И поэтому определенные инициативы, скажем так, могут быть не реагировать там, допустим, на какие-то провокации со стороны натовских ублюдков. И в то же время впереди БРИКС, тоже об этом не забываем. Но надо понимать, что по факту мы уже в Третьей мировой, как я уже говорил, давно вступили. Ситуация, которая будет развиваться в ближайшее время на Российской Федерации, будет иметь ключевое значение для того, чтобы, собственно говоря, и мы наблюдать будем, что будет происходить на Ближнем Востоке, в Сирии, там и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация с нефтью явно подталкивает к определенным действиям, потому что мы понимаем, что российский бюджет, естественно, теряет, саудовские, как говорится, саудиты тоже теряют. Не зря, буквально вчера, вышла после этого вот эта статья про то, что, собственно говоря, саудиты рассматривают нефтьюань, а не нефтедоллар, да, они понимают, что американское воздействие американским долларам, вот оно на глазах. И, соответственно, чтобы в итоге уйти полностью, и чтобы доллар не имел возможности это делать, вот как раз выход на альтернативные, как говорится, системы платежей. А американцы, естественно, пытаются доказать, что без доллара никто ничего делать не будет, и вот то, что они демонстрируют, они показывают, что вот на данный момент, пока еще Брикс, как говорится, не заработал полную силу, именно, я имею в виду, альтернативная система платежей, да, то, соответственно, что они могут сделать и как всех наказать, заставить, опять использовать долг, да, вот они это демонстрируют. Это последние, так сказать, попытки, потому что, как только система заработает, все это прекратится, тут же, не сразу, прям мгновенно, но начнется тут же это все разворачиваться, постепенно настраиваться, мы будем видеть совсем другую картину, соответственно, и в спросе на валюту, и так далее, все эти, естественно, параметры будут совершенно показывать уже другие характеристики, доллар начнет резко терять все свое доминирование в платежах и так далее, и мы будем видеть, что будут развиваться, естественно, альтернативы, а прежде всего, как мы понимаем, если стоит на Бриксе заявить, что цены непосредственно в нефти будет не только там в юане, да, а конкретно в криптовалюте, а надо понимать, что саудиты заявили о том, что они готовы проводить платежи в криптовалюте, а Индия заявила, что они готовы будут тоже проводить платежи в криптовалюте, при том надо четко понимать, это не говно, В виде биткоина или эфириума Не вот это фуфло Нет, та крипта Которая действительно будет что-то стоить Это говно не стоит ничего Это пустышка Затраченная энергия и бабки, которые в него были вложены Все, это чистое фуфло А вот непосредственно то, что будет запускать БРИКС Вот это уже будет та криптовалюта Которая будет иметь стоимость Обеспечена чем-то золотом, ВВП и так далее Америка все, что выпускает Не может обеспечить ничем Потому что Америка страна банкрот Она просто уже страна банкрот Она должна по всему миру И все ее напечатанное фуфло Не стоит ничего Поэтому естественно, чтобы они не выпустили Им обеспечить это нечем Они просто являются пузырем Страна пузырь Поэтому в принципе Все тут очевидно Процессы эти Впереди Осталось их ждать не так долго И вот этот период, как я уже говорил Некой адаптации Мы и наблюдаем Российскому бюджету Естественно, под это придется подстраиваться Потому что смотрите, что я вам сейчас покажу Видите, мы вчера с вами смотрели и удивлялись Юрал стоил 78,83 Но стоит нам Сегодня это дело обновить И мы увидим, что Юрал стоит 66,29 66,29 Напоминаю, да В районе 60 Притом это вот статистика, которую показывает конкретно инвестинг А рейтер заявляет, что на самом деле цена уже ниже 60 Почему это так важно? Потому что к вопросу бюджетного правила Вспоминаем Все, что выше 60 Это покупка непосредственно валюты на внешних рынках Или на внутренних И, соответственно, направление фонда национального благосостояния А все, что ниже 60 Это продажа из фонда национального благосостояния И, соответственно, направление на рынки Вот сейчас, если действительно сценарий уже пробит 60 долларов А смотрите, что пишут, естественно, рейтерс Сразу говорю То есть это не является официальной информацией И также там Бумберг, Херумберг, естественно Это инфопомойки Но факт остается фактом Вот смотрите, кстати На что еще, скажем так, отреагировала нефть Но я говорю, здесь, скорее всего, все не так просто Я думаю, что все это, собственно говоря, идет подготовка к Бриксу Смотрите ОПЕК снизила прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году Помните, мы с вами ждали вот здесь по нашему календарю Как раз заседание ОПЕК Ну давайте мы сейчас перейдем к календарю Потому что это было вводное, да Для того, чтобы вы понимали, насколько все взаимосвязано Ситуация с нефтью напрямую взаимосвязана Вот эти экономические давления напрямую взаимосвязаны Удары по Российской Федерации и не только Тоже напрямую связаны Война, которая может разразиться непосредственно уже на Ближнем Востоке Уже не в том варианте, который там пока идет, да Когда Израиль там пытается безнаказанно что-то бомбить А уже когда его втянут конкретно в прямые столкновения И, соответственно, США Тоже напрямую связаны Вот смотрите Значит, ситуация следующая Что мы с вами ждали Ежемесячный отчет ОПЕК Вот про него мы сейчас как раз и поговорим А дальше Недельный запас сырой нефти По данным Американского института нефти Там еще, господа, выступали клоуны-ФРСники Но у нас их в календаре не было Потому что на самом деле Они сейчас роль играют Но не настолько ключевую Насколько те данные Которые будем ждать по рынку труда Так вот, что сказал ОПЕК ОПЕК снизила прогнозы роста спроса на нефт В 2024 году на 80 тысяч баррелей в сутки До 2,0,3 миллиона баррелей в сутки По сравнению с предполагаемым ростом на 2,11 миллионов баррелей в сутки Говорится в ежемесячном отчете Альянса Теперь ожидается Что в 2024 году мировое потребление составит 104,24 миллиона баррелей в сутки Это все к вопросу о том Вот этой, как я уже говорил вам неоднократно Дубинки, которые достают США Когда им это надо Рецессия Рецессия Типа мировой спрос будет замедляться И ОПЕК частично Начинает тоже говорить о том Что в данный момент Картина выглядит именно так Смотрите Аналитики подчеркивают Что даже 2 миллиона баррелей в сутки Все равно существенно Выше до ковидного среднего уровня Роста в 1,4 миллиона баррелей в сутки Страны ОСР, как ожидается Увеличат потребление на 0,1 миллиона баррелей в сутки Только за счет американского континента Страны, не входящие в ОСР Нарастят потребление на 1,8 миллиона баррелей в сутки В основном за счет Китая Прогнозируется, что в 4 квартале 2024 года Потребление нефти вырастет До 105,6 миллионов баррелей в сутки Поддерживаемо за счет авиационного сектора И перевозок, включая грузовиками А также повышение активности В промышленном, сельскохозяйственном и строительном секторах Также спрос повысится за счет Вводимых НПЗ в Китае и на Ближнем Востоке В 2025 году ОПЕК ожидает рост спроса на нефть На 1,74 миллиона баррелей в сутки Ранее прогноз был 1,78 миллионов баррелей в сутки Страны ОСР увеличат потребление на 0,1 миллион баррелей в сутки Остальные на 1,6 миллион баррелей в сутки То есть, небольшую коррекцию по, скажем так, спросу ОПЕК дали Но несущественно А нефть, вы видите, люкатали полностью Причина эта на самом деле тоже банально простая Вот смотрите, видите, что сказал конкретно Рейтерс Цены на нефть Юрлс в балтийских портах Российской Федерации Опустились ниже 60 баррелей С ослаблением бренд Есть, господа, другая, более подробная информация Правда, предоставленная непосредственно Блумбергом Но еще раз говорю Надо четко понимать Ни Рейтерс, ни Блумберг Все эти инфопомойки Не имеют реального доступа к статистике по ситуации с нефтью Не имеют Они полные лжецы Они все абсолютно фальсифицируют Потому что данные эти все закрытые В ОПЕК их просто пинком под зад выкинули И даже не дают им аккредитации Потому что это сраные инфопомойки И которые непосредственно фальсифицировали каждый раз информацию Которая выходила во время либо пресс-конференции Либо обсуждения ОПЕК и так далее И все это было направлено только для одного Чтобы прикрывать американских спекулянтов Которые в этот момент, собственно говоря, шартят нефть Нефть сейчас шартят в чистом виде Падение цен снова опустило флагманскую российскую нефть Марки Юрлс К порогу в 60 долларов за баррель Еще раз говорю Официальных подтверждений этого нет Читаем просто, чтобы понимать Что создается в информационном поле Который, естественно, создается инфопомойками Который большая семерка Пыталась навязать Кремлю В качестве наказания за вторжение на 404 На самом деле в качестве наказания за то, что Россия стала освобождать свои территории Вышла из колониального режима И начала этих ублюдков потихонечку давить Кремлю в качестве наказания было По данным Аргус Медиа В пятницу средняя цена на нефть Напомню, сраный Аргус Медиа Кусок говна уже не является реальным инфопотоком Который дает официальные данные Давно он уже ничего не получает Это кусок говна, который, как только начались вот эти все нефтяные потолки Перестал получать в реальности какие-то данные В пятницу средняя цена на нефть из балтийских портов России Составляла 60 долларов 12 центов Четырехнедельные средние объемы сырой нефти Упали до 3,13 миллионов баррелей в день На этой неделе снизившись на 30 тысяч баррелей в день По сравнению с предыдущим периодом Недельные потоки, которые гораздо более изменчивые Двигались в противоположном направлении Увеличившись примерно на 400 тысяч баррелей в день Снижение мировых цен побудило Несколько стран-членов ОПЕК+, включая Россию Отложить до декабря смягчение ограничений на добычу Которые планировались начать в октябре Задержка означает, что Москве фактически придется сократить добычу в октябре и ноябре Чтобы компенсировать перекачку выше целевого показателя ОПЕК+, в начале этого года Вместо того, чтобы компенсировать компенсационные сокращения против растущего целевого показателя Вот такое инфоговно у нас есть Потому что, еще раз говорю, верить этой информации нельзя Это полное фуфло американское Но мы должны принимать во внимание Потому что, как я уже сказал Скажем так, падение цен на нефть Brent Естественно, ведут падение цен на нефть Eurals Льют они, естественно, через американское говно Через VTI Вот этими непосредственно фьючерсными контрактами Я уже говорил, как это осуществляется И идет чистой воды шорт Чем ближе американские выборы Чем ближе Россия к тому же Покровску То есть, фактически к обрушению фронта Тем, соответственно, вот это давление больше нарастает Только что мы с вами услышали Что мы находимся, как я вам говорил, еще до этого Когда все это произошло В сценарии нефтяного потолка А я вам это говорил еще недели назад Две недели назад, если быть точнее Я вам все время говорил Что, вот судя по всему Когда начались вот эти вот пересчеты по валюте Вот этот непосредственно начался, скажем так Изменение бюджетного правила на этот месяц и так далее Это все указывало на то, что мы заходим в сценарий нефтяного потолка Вот, собственно говоря, получите и распишитесь Как я говорил, так оно и произошло Почему это так важно? Потому что это, конечно, нам говорит о том Что, как я уже сказал, основной сценарий на ослабление рубля продолжается А если мы еще закладываем туда ситуацию Соответственно, с возможными атаками на Российскую Федерацию То, естественно, мы получаем еще дополнительный фактор ослабления рубля Теперь давайте, господа, переходить Что у нас, собственно говоря, ждет завтра Завтра уже начинаются более серьезные дни По, скажем так, новостной политике Новостной, как говорится, составляющей Потому что завтра у нас уже начинается статистика более серьезная Которую ждут на протяжении этой всей недели И, естественно, это начнет давать сейчас первые сигналы О том, что может быть, во-первых, и с российской ставкой И, собственно говоря, насколько с Америкой в реальности Есть рецессия и нет рецессии Потому что, смотрите, американский рынок у нас начинает опять Так, где у нас тут бренд? Смотрите, начинают опять попытки восстанавливаться Ни на чем Просто пустышка Абсолютно Вот с 5400 они в итоге разогнали сегодня до 5500 Вот сейчас немного откатились на 5450 Чистой воды спекуляции Ничего, пустое место Абсолютно Даже презентация Apple ничего такого вау-эффекта какого-то супер не подарила И тоже как бы не оправдала никакую, на самом деле, дальнейшую динамику роста Поэтому в реальности американский рынок пустышка ни на чем растет Просто это просто воды чисто разгон нового пузыря Но, конечно же, дальнейшая динамика будет определена с той статистикой, которую мы сейчас с вами и будем рассматривать Значит, смотрите, что нас ждет, господа, завтра Английский фунт Конкретно, да, что касается Англии ВВП Потом ВВП год к году, месяц к месяцу Это к вопросу общей, так сказать Той самой рецессии Есть она или нет Мировая, да Дальше Заседание шабаша Еврогруппы Это сатанинские встречи Где они решают Видеоублюдка Борреля, например Сраные овчарки фашистской Фундерляйнен, там, да Которая тявкает там тоже постоянно Они решают вопрос Притом она уж самая интересная По профилю-то гинеколог, да То есть она там от политики настолько далеко Но нацистская тварь и фашистская ублюдская овчарка это факт Поэтому, естественно Там могут быть новые вопросы о санкциях Новые разговоры о передаче оружия и так далее Вот это все решает там В этой сатанинской заседании Еврогруппе Дальше А вот тут уже начинается важно Базовый индекс потребительских цен Месяц к месяцу Базовый индекс потребительских цен Год к году Базовый индекс потребительских цен за август Индекс потребительских цен год к году Индекс потребительских цен месяц к месяцу Сальдо торгового баланса это к России А перед этим все это Америка Вот этот индекс, базовый индекс потребительских цен Это данные по инфляции США Да, они имеют достаточно серьезное значение Но, господа Даже ФРС, тот же Пауэлл Да и в рынке в целом, скажем так Все равно сейчас это не самое главное Притом, смотрите Когда у нас только слили цены на нефть Конечно, есть вероятность Что они свои вот эти 0.1.10 Там туда-сюда, да Как обычно 0.1 туда, 0.1 туда Вот это все фуфло, которое они информационные создают Подделку непосредственно всей этой статистики И так далее, да Конечно, можно сейчас будет еще больше подтасовать Потому что цены на нефть упали И упали достаточно серьезно Поэтому, соответственно, например На индекс цен потребительских, да Цен, который Он, например, естественно может отразиться Потому что туда входят, например, цены на энергоносители Да, и продукты питания А на базовые не входят Поэтому базовые, как правило, выглядят там всегда более очищенной инфляцией Да А вот ту, которую инфляцию видит, скажем так Потребитель Домохозяйство Вот эта инфляция как раз показывает индекс потребительских цен А туда входит как раз и цены на энергоносители И при том, что когда они так сильно упали Естественно, вероятность, что можно нарисовать опять там еще одну, там две десятых и прочее на снижение Вполне вероятно Вопрос, что с рынком труда И что с экономикой в целом Потому что мы уже говорили, что и главный фуфлыжник Пауэлл Он говорил о том, что Собственно говоря, инфляция идет в нужном направлении Как бы она идет в район, соответственно, вот этих двух процентов Как говорится, целевых И, соответственно, они уже как бы даже рассматривали вариант Что при этой ситуации можно рассматривать снижение ставок Но мы не забываем, что экономика в этот момент сильно тормозится Та же производственная активность, простите, пять месяцев подряд снижается Рынок труда, как говорится, неоднозначные данные показывает То там рост пособий по безработице То сокращение, вакансий очень мало было И так далее Поэтому, естественно, замедление экономики всем налицо Поэтому здесь ситуация с инфляцией Она не самая будет сейчас ключевая Но и, безусловно, имеет большое значение Ну и, как я уже сказал, сальдо торгового баланса Российской Федерации На инфляции американской, естественно, доллар нас интересует Там будут сильные движения Он, соответственно, либо пойдет на резкое укрепление, если инфляция растет Либо может остаться как есть Не верю, что он будет слабеть Не верю, что они ниже 101 его опустят Не верю, они его будут держать крепким И для этого, естественно, мы понимаем, что и цены на нефть, соответственно, тоже подавляются долларом, естественно Теперь смотрите дальше Запасы сырой нефти официальные 17.30 Вот смотрите Сегодня выйдут неофициальные 23.30 Но мы уже, как я уже сказал Особо на них можем не обращать внимания Потому что Даже когда они на прошлой неделе Показывали серьезные сокращения Минусовые Нефть не росла Не росла Ее манипулятивно шортят Это надо четко понимать Поэтому запасы тут не помогут Тут надо топить Американско-британские Израильские корабли Танкеры, корабли Все должно тонуть И вот тогда, собственно говоря Куситы должны максимально атаковать Американские корабли Соответственно, беспилотники Как они уже там сбивали риперы Также надо отправлять танкеры Вот тогда да Вот тогда, собственно говоря Цены на нефть пойдут вверх А вот эти все игры Со статистикой и так далее С англосаксскими ублюдками Ротшильдер-Акфельмским отродем Которые манипулируют этими данными Бесполезно Это все роли сейчас Никаким образом сыграть не сможет Но я еще раз говорю Готовимся к Бриксу Вот нефтьюань Или криптовариант Как только нефтедоллар Перестанет существовать В чистом виде И это уже будет на официальном уровне Все Вот тут уже все пойдет Совсем другим раскладом Совсем И нефть уже не будет зависеть Доллар будет Хоть куда там пытаться расти Всем будет по барабану Нефть будет иметь Такую стоимость Которая будет определяться Совершенно в других валютах Все То есть рыночно А не американском Фуфлоу механизм Что мы еще ждем Конечно же Россию После запасов сырой нефти Выходит В 19.00 Смотрите Американская статистика Будет выходить В 15.30 Поэтому готовьтесь Завтра в 15.30 К сильной волатильности По доллару И соответственно Это может отразиться И на российский курс Тоже в том числе Тем более Он как бы уже имеет Динамику на ослабление Вот будет интересный момент Как будет реагировать И кросс-курс И неофициальный Когда доллар пойдет Например Если на укрепление Но если инфляция будет снижаться Это инфляция не будет Если инфляция будет снижаться Это не будет укреплять доллар И вот дальше В 19.00 Уже российские данные По инфляции Индекс потребительских цен Год к году Индекс потребительских цен Месяц к месяцу Это конкретно то Что ждет уже Российский рынок Соответственно Курс валют И естественно На это все Будут уже Исходя из этой статистики Прогнозировать Дальнейшие движения По ставке Как я уже сказал Банки уже начинают Ставку поднимать Но как же я и до этого говорил Надо понимать Что ставка Конкретно На курс валюты Не влияет Конкретно влияет Только на инфляцию И ставки борются Прежде всего Только с инфляцией А уже опосредованно Там может быть Воздействие На дополнительно По курсу Но как мы понимаем Курс управляется Полностью сейчас СБ Минфином И соответственно Аукцион по размещению Десятилетних Казначейских Облиганских Облигаций Фуфлыжных Которые собственно говоря Вот эту макулатуру Которую США Печатает 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 И печатает Как они будут размещаться В принципе я думаю Что размещаться Они будут неплохо Потому что Во-первых А возрастает все время Вероятность снижения ставки Видите что происходит Что происходит С американскими Облигациями Они начинают Потихонечку покупаться Почему Потому что Вероятность снижения Ставки растет При этом естественно Они покупаются А доходность падает То есть Они покупаются С более низкой доходностью Что в принципе Они и добивались Что десятилетки Что двухлетки Поэтому с большой вероятностью Размещения Они будут скорее всего Иметь Не по высокой доходности И соответственно Индекс доллара Да Мы видим что он Практически без особой динамики Но держит 101 101 Укрепленный Для того чтобы давить Соответственно на нефть Что касается золота Господа Здесь естественно Что и требовалось доказать Удержание 2500 И восстановление 2530 Как я вам и говорил Здесь естественно Ждут Решения По Ставке И вот эти данные По инфляции Соответственно рынку труда И так далее Они будут давать Косвенные сигналы О том что будет Со ставкой в итоге Будет она в итоге Снижаться в США Или нет И это соответственно Будет либо поддерживать Золото Либо на него давить На данный момент Это пока золото поддерживает Но и геополитику Да Никто не исключал Если сейчас начнут Мочить например По Израилю Начнут тайнуть Там всевозможные Корабли Связанные С англосаксскими Там Ублюдками Или соответственно Израилем И так далее Да То есть начнут Активно участвовать Хуситы То естественно Золото пойдет вверх Если по России Нанесут удары Натовскими ракетами Да Это тоже естественно Уже сможет спровоцировать Сразу подъем золота Не с самого начала Там будет какая-то Сильная реакция Да Потому что будут ждать Естественно ответ России Однозначно Весь вопрос Где Как нанесут И так далее И заявление о том Что это будет 404 Россия не примет Все уже Как говорится Линии прочерчены Все сказано Поэтому соответственно Будет ожидание Как будет действовать Дальше Россия Но золото Это естественно Тоже может поддержать А кусок Пустышки Биткоин Растет только На американском рынке Американский рынок Пошел Небольшой отскок Делать Вот он начинает Соответственно Попытки Вернуться на 6800 Как только выяснится Что все Допустим Хреново Американский СНП500 Пойдет вниз Он опять откатит На 55 И в итоге Даже с перспективой Пойти вообще На 50 Если все будет хорошо Восстановит 6800 И будет опять Стремиться К 65 Это пустышка Это просто Спекуляции Которые Ничем Абсолютно Вообще В принципе Не обоснованы Нету Ничего Какой Как бы В реальную стоимость Которую включает В себя Биткоин Биткоин Это тупо Затраченная Энергия на него Все Больше Ничего Все остальные Спекуляции Дальше Просто там Нет никакого Механизма развития Кроме как Его сокращение Все То есть Дополнительные Халвинги Либо там Сжигание Там еще что Все что угодно Может быть Главное сокращать Его количество Чем меньше Он будет Его количество Оставаться Тем он будет Дороже стоить Все Больше у него Нету Ничего Пустышка Просто пустышка Это надо понимать Эфириум Естественно Также за ним Это все Абсолютная фикция Как я уже говорил Как мы понимаем При появлении Реальных Криптовалют Которые будут Независимо С американской Долларовой системы Это все Фуфло Будет терять Стоимость Еще быстрее Потому что В реальности Спрос на него Уже Не будет Будет Альтернативы Обеспеченные И соответственно Которые будут Работать По всему миру А это все Это все Свое время Отработало А сейчас Просто те Кто в него До хрена В свое время Вложились Все эти фонды Также Кэти Вуд Которые просто Там в нем Постоянно плавало И все остальные Там Да Там их Десять Хедж фондов Все ходят Друг за другом Просто Как и на ниточке Вот поставьте Десять графиков Одних Всех этих Хедж фондов Которые Пооткрывали Они ходят По одному И тому же Рисунку Один в один И все идут Прежде всего За Грейскал Поэтому В принципе Еще раз говорю Фуфло Полное Абсолютно Максимум Его поддержать Может Победа Трампа Когда Он собственно Говоря Там заявлял Что они там Из Америки Будут делать Какую-то там Крипто столицу Да И так далее Все Больше ничего Абсолютно Поэтому Вся его динамика Абсолютно Фуфлыжная Растет Американский рынок Он подрастет Не будет Расти Американский рынок Он упадет Все Ну и Смотрите Дальше Как я уже сказал Завтра мы ждем Основную статистику По инфляции В России И начало Статистики По Америке Понятно Что для России Будет уже потом Иметь значение Что там будет Говорить Набиулина И соответственно Какие она даст В итоге Комментарии Прежде всего В Непосредственно На пресс-конференции А также Соответственно Уже решение По процентной ставке Которая Соответственно Ну грубо говоря Ожидаемо Либо она останется Как есть Либо ее поднимут То что ее опускать Не будет Это 100% Поднять ее могут Потому что Еще раз говорю Нефтяные потолки Господа Мы зашли И соответственно Как говорится Девальвация рубля Будет продолжаться Теперь давайте Переходить к прогнозу Как я уже сказал В принципе Я его уже Можно сказать Обозначил С непосредственно С самого начала Видео При заходе За 90.55 По доллару Рублю Мы идем На 92.20 Но вот этот Предел Скорее всего До решения По процентной ставке Наверное Пробивать не будем Но опять же Ситуация С военной обстановкой И атаками На Российскую Федерацию Вполне Могут все равно На это повлиять Поэтому Дополнительное Ускорение По ослаблению Рубля Нельзя исключать Соответственно По юаню Здесь безусловно Как я уже говорил 12.80 12.60 Вот этот диапазон Для официального Да Мы пока На 12.70 По-моему Да Сколько там Ну да 12.69 То есть Мы пока Еще не дошли До 12.80 Но постепенно Дойдем Неофициальный Может Как мы видим Там на 20-30 копеек Разница Может зайти Начать заходить За 12.80 И двигаться В районе 13.00 Укрепление Сценариев Я сейчас не вижу Вообще никаких По евро Рублю Соответственно Тоже не ниже 99.44 Ну и постепенно Вот этот выход На 12.60 На 12.60 Простите 103 Тоже не факт Что прям сразу Может вот этот диапазон Там 101 101.50 Пока удерживать Но не забывайте Там еще впереди Решение по процентной ставке Евросоюза ЕЦБ Поэтому оно тоже Может оказать влияние На ситуацию с евро И соответственно На доллар Потому что По отношению к доллару Естественно Евро будет Либо ослабляться Либо укрепляться В зависимости от того Что скажет ЕЦБ Вот такая Господа Получается Картина В принципе Все как я вам и говорил Ничего для меня Не было абсолютно Нового Сейчас я посмотрю Вот еще Смотрите Вот еще бы На что я обратил внимание Чем запомнится День для нефтегазовой отрасли Минэнерго США Заключила контракты На покупку 3-4 миллиона баррелей нефти Для СПР Это господа Как раз то самое Заполнение Вот этих хранилищ Да Про которые мы говорили Которые они собственно говоря До сих пор имеют Абсолютно не заполненными И соответственно Вот сейчас По этой низкой цене Они будут стараться Их заполнить И при этом Им нужно как раз Вот что сейчас и происходит Смотрите Если они начнут их заполнять Вот они заявили уже об этом Да Что будет происходить Если вы начинаете покупать Она начинает дорожать Но их задача Заполнять дешево Вот как раз Вот в этом диапазоне 72-74 Не выше Потому что как только цена Уходила за 75-78 И прочее Все Они уже заявляли о том Что они отказываются заполнять Они хотят заполнять По самому мизеру Он у них на самом деле Сейчас на самом низком уровне Вообще Этот непосредственно Стратегический запас Поэтому естественно Они будут удерживать Вот этот диапазон При этом заполнении Не давая разогнаться Цене Выше 74 Потому что еще раз говорю 75 Это ключевой уровень Восстанавливать его Будет очень непросто Но ОПЕК Может наказать ОПЕК может заявить О резком дополнительном сокращении Тем более мы видим Когда нефть начинает падать Уж поверьте мне Это спекуляция Это чистой воды Пролив Это ее шортят Это не рыночная стоимость Это полное фуфло Но факт остается фактом Так что ждем В ближайшее время События могут резко пойти На ускорение В том числе на Ближнем Востоке Все эти переговоры Нахер пошлют Потому что все это полное фуфло Сатанинское вранье И естественно Ублюдский Нитаньяху Продолжает уничтожать Мирное население Эта тварь ушастая Я думаю В гробу потом будет переворачиваться Спустя годы За все то что он натворил Но он в принципе Дьяволский Считай Как говорится Последователь Поэтому Удивляться нечему Это сатанисты Поэтому все их действия Абсолютно понятны Значит Смотрите Ситуация следующая Как я уже сказал Теперь надо будет наблюдать За дальнейшими Атаками за Россию На Россию Россия естественно В ближайшее время Нанесет Ну то что у 404 К зиме Уже не останется Никакой энергосистемы Это уже абсолютно очевидно Это уже полностью очевидно Следующий Ждет 404 Еще более мощный налет Будет выноситься все Да Там все эти штабы Там и так далее Это понятно Что за вот эту атаку Им однозначно Будет В ближайшее время Очень мощный Карательный удар Ну а дальше вопрос Собственно говоря Натовских ублюдков Их естественно Тоже Покрошат Только вопрос где То есть на 404 Либо еще где-то Будет это Но ждем естественно Атака ракет Прежде всего Да Как только они Собственно говоря Произойдут Вот тогда можно ждать Прям удары Там Особенно очень важно Откуда они полетят Очень важно Взлетят ли там Эти Как говорится Истребители С аэродромов НАТО Или все-таки Как-то по-другому Мы это С большой вероятностью Выясним Отследим И вот это Вот самый главный Фактор Это вступление НАТО Уже в открытую С нами Боевое столкновение Оно естественно Будет прикрываться Что это не мы Потому что мы понимаем Что все это Время будет звучать Что это не мы Что мы не являемся Участник конфликта Вот это все фуфло Которое нам все время Втыркивают Да Но мы это понимаем Прекрасно Кто является врагом Кто является Реальным исполнителем Всего этого И кто является Заказчиком Всего этого Поэтому Ответ будет Конечно в итоге По ним И тут вопрос Как только они Втянутся Мы уже говорили Да Все это соответственно На рынке выльется Мгновенно Рынки потекут Мгновенно И американский рынок Просто полетит В пол Если выяснится Что Америка Все-таки Становится Участником конфликта Поэтому естественно Вот эта грань Она очень-очень узкая Очень тонкая И в любой момент Может быть перелом Имейте ввиду Поэтому надо Внимательнейшим образом Сейчас следить За атаками По Российской Федерации В открытую говорю Что ждем Атаки По Российской Федерации Атаки Натовским оружием Натовскими Ублюдками Соответственно Попытками Натовских Ублюдков Прорваться Где-то По нашей границе Тем более Чем ближе Мы как говорится Приближаемся К Покровску И фактически Постепенно Начинаем Разваливать Окончательно Фронт А больше чем Уверен Что до конца До начала Простите Зимы До конца Лета Уже это было Теперь уже до конца Осени То есть до зимы Явно стоит задача Полностью Освободить Все ДНР Полностью И соответственно Все эти города Крепости Которые там Формировали Натовские ублюдки Десяти 20 лет С помощью нацистов Фашистов Они естественно Должны перейти Полностью Под наш контроль А дальше Все Поля И соответственно Говоря Граница Днепра Вот что Стоит явно С задачей На конец Как говорится Осени И соответственно Выход К зиме Вот до зимы Скорее всего Такие задачи стоят Поэтому скорее всего Минимальный Это вот Захват в итоге Покровска Перерезание всей Логистики Всех этих группировок И постепенно И соответственно Их охват И собственно говоря Полностью Вытеснение И создание там Котлов Или ну они скорее всего Будут бежать просто Оттуда без логистики Вот Но факт Остается фактом И это фактически Обрушает фронт Как только будет Обрушен фронт Естественно Уже натовским Ублюдкам придется Принимать тяжелые решения В итоге Задействоваться Себя в открытую Поэтому Естественно Мы вот эти моменты Понимаем Что они могут Произойти Уже как можно В любое Ближайшее время Потому что Время остается Не так много И естественно Они пытаются Нас Путин Это тоже четко Подтвердил Спровоцировать Чтобы мы Перестали Идти в этом направлении Давить Потому что Естественно Одесса Будет следующая Тоже цель Однозначно Потому что Натовских Ублюдков В этих портах Быть не должно И никогда Не должно быть И больше Никогда В жизни Они туда Не должны Зайти Поэтому Естественно Их оттуда Выкидывать Будем Однозначно До этого момента Никакой Как говорится Заканчивания Военной операции Не будет Войны Не будет То есть Одессу В любом случае Будут освобождать И это понятно Потому что Это просто Задача номер один Как безопасность Для Российской Федерации Натовских Ублюдков Там быть Не должно Ни в каком виде Ну Поэтому Господа Наблюдаем Как я сказал В принципе Так и произошло Как я уже сказал Убежать От войны Зарыться Головой в песок Не получится И с рынками И с валютами И все остальное Это естественно Будет полностью Напрямую Взаимодействовать Поэтому Первая стадия Прошла Прощупали Удары Беспилотниками Прошли Теперь ждем Удары ракетами И вот Исходя из этого Уже Можно будет Видеть Совсем другую реакцию Даже на американском рынке Но еще раз говорю Все будет зависеть Как Где Когда Каким образом И соответственно Как будет отвечать На это Россия Вот это будет Два важных момента Которые соответственно Либо американский рынок Тоже развернут И начнет течь Он И также соответственно Все остальные Понятно По всему миру Это начнется На самом деле Потому что смотрите Риск третий мировой Это обвал всех рынков Всех Как только Соответственно Забрежет Эта возможность Да А для Америки Конец Тихой гавани Как только Американская Тихая гавань Перестанет существовать И они станут Прямым участником конфликта Все На этом Даже без ядерной войны Им конец У них все Просто пойдет В развал Полностью И они это Прекрасно понимают Перед выборами До выборов Будет ли в итоге Доведена Эта точка До кипения С нашей стороны Или нет Пока вопрос Нам остается Пока только наблюдать Поэтому господа На этом я заканчиваю Напоминаю Что те кто Интересуется Не только курсом Доллара рубля А вообще финансовым рынком Подписывайтесь на наш Телеграм канал Трейдер Клаб Анализ акций Ссылка находится В описании Любого видео Также я уже говорил Что те кто Как говорится Имеет проблему Смотреть на ютюбе Имеет тормоза Там и прочее А мы видим Что борьба Это продолжается Соответственно Старайтесь Тогда Например Подписаться Например на дзен Там у нас Альтернатива Абсолютно Этому каналу Там все есть Все видео Они все туда Выкладываются Если здесь убьют То по крайней мере Там они Будут Также полностью Сохранены Также напоминаю Что в телеграм канале У нас естественно Будут все Альтернативные площадки Тоже показаны Где будут Выкладываться видео И так далее Но Сразу предупреждаю Что ютюб Если убивает канал Там не остается ничего Поэтому если вы Не успеете Хотя бы даже Сохранить себе ссылку Если даже не подписываетесь Но ссылку сохранить То по крайней мере Вы тогда уже Ничего не найдете Это уже проверено У нас уже один канал Был убит Поэтому еще раз говорю Мы уже знаем Про что говорим Так что Подписывайтесь И на телеграм канал И смотрите Тогда на альтернативных Вариантах Например в дзене Там и так далее Все это Все это находится В ссылках Описания любого видео Хоть полноформатного Хоть шарта Также напоминаю Что в самом телеграм канале У нас всегда Непосредственно Есть самая важная информация Которая влияет Напрямую На ситуацию С рынками Которые непосредственно Являются Важной информацией Которые не просто Так для того Чтобы вы там Прочитали Ознакомились И так далее А которые именно Реально приводят К каким-то Воздействиям на рынке Также мы Естественно Все это дело Постоянно Снабжаем аналитикой Всевозможными Голосовыми пояснениями И так далее Поэтому вы будете Всегда в курсе Что на что Обращать внимание Зачем следить И так далее Также напоминаю Что у нас Проходят прямые эфиры На других площадках В том числе Кстати на другом Ютуб канале Потому что платформа Позволяет делать Мультиплатформенный Рестрим И поэтому Мы фактически Сейчас ведем Прямой эфир Сразу на нескольких Площадках Одновременно Основные Это там Рутюб ВК Нум Там да И соответственно Все это идет Через платформу Поэтому если хотите Поучаствовать В этих прямых эфирах Во-первых А можете Либо перейти на Телеграм канал Посмотреть записи Либо Если вы будете Уже находиться На Телеграм канале Можете в любой момент Вступить в прямой эфир Когда он проходит В течение дня Также напоминаю Что у нас есть Услуга персонального Сопровождения Выглядит она Господа В виде вот такого Поста Который выходит В конце каждого дня И собственно говоря Там Есть полное Описание Что она себя представляет Вот такой вот пост Онлайн сопровождение Обучение Консультации Все что угодно Сопровождение Ваших сделок Все это в реальном режиме Услуга персонального Сопровождения Заходите Прочитали Все что входит Переходите И собственно говоря Можете подать заявку Вам все расскажут Объяснят как и что И как она работает Также напоминаю Что у нас есть Абсолютно живой чат Который у нас Постоянно прибавляются Новые люди Поэтому тоже можете Собственно говоря Туда вступать Живое общение Как говорится Дискуссии Друг к другу Там можете Какие-то давать Рекомендации По торговле Торговые сигналы И так далее Не от балды Там да Лишь бы там Залетаем туда Либо не Там Либо как говорится Ракета Либо подводная лодка Нет Все обосновано Всегда Подписчики у нас Достаточно уже Грамотные Сами проводят Тоже аналитику Зная уже на что Обращать внимание И так далее Поэтому это Достаточно такие Взвешенные дискуссии И как говорится Можете тоже в них участвовать Помогает Определяться Особенно если вы Новичок Например в торговле Также напоминаю Что здесь естественно Будем снимать Продолжать на этом Ютуб канале Ролики каждый день На всех альтернативных Площадках тоже Но надо понимать Что еще раз говорю Если возникнут проблемы С Ютубом Или у вас есть проблемы С его просмотром Он там тормозит И так далее То подписывайтесь На альтернативные площадки Потому что еще раз говорю Война идет Мы на территории противника Все что угодно Может произойти Поэтому соответственно Видео будем продолжать Выкладывать и здесь Каждый день мы видим Все равно люди прибавляются Это говорит о том Что Ютуб все равно У нас остается Вполне востребованным Многие могут его наблюдать Скорее всего за границей Больше всего Вот Но факт остается фактом Может быть там кто-то С VPN и так далее Но если такой возможности нет То альтернативные У нас тоже есть Каждый день снимая Будем двигаться постепенно Разбирая вот эти Каждый день календари Новые новости Которые поступают И так далее Соответственно оценивать Как они могут повлиять На ситуацию с курсом И в итоге постепенно Постепенно двигаемся К пятнице Господа В пятницу мы подводим Итоги всей Непосредственно Недели Да Эта неделя Как я уже сказал Будет достаточно интересной Достаточно важной Потому что Прежде всего Конечно же Это ставка Российской Федерации В пятницу Решение Потом собственно говоря Заявление Набиулиной А мы безусловно Прежде всего будем Это ждать Да Ее пресс-конференцию Что она будет говорить Какие сигналы будут Америка к этому моменту Показывает все данные По инфляции И по рынку труда Тоже будет понятно Куда двигается тренд А российская Тоже Как говорит Статистика По инфляции Тоже уже будет Но там уже Это роли будет не играть Потому что уже Набиулина будет Собственно говоря Выступать Поэтому соответственно Все будет уже Зависеть прежде всего От нее Поэтому в пятницу Подведем итоги И будем двигаться К воскресеньям В воскресенье У нас уже Будет новый Абсолютный календарь Будем рассматривать Все новые Абсолютно события Возможности воздействия На курс Что как Может повлиять Соответственно Учитывая тот тренд Который сформировался На прошлой неделе То есть в пятницу И соответственно За все события Которые будут происходить Субботоксения Вот сейчас господа После удара Беспилотниками Я думаю Что ближе к выходным Как раз могут И полететь ракеты А вот Поэтому тоже Как бы Субботоксения Как я уже говорил Достаточно Всегда Самые такие Важные дни В которых Как правило Происходят Такие события Которые могут Сильно оказать влияние На рынке Но происходят Именно выходные Чтобы не оказать Во время Как говорится Основных торговых сессий Там могут быть Боевые действия Какие-то Военные операции Заявления Каких-то чиновников Санкции И так далее И так далее Поэтому все это Может происходить В выходные А в итоге Это оказывает Влияние На следующую неделю Поэтому безусловно Мы следим Отслеживаем Всегда Что происходит Субботоксения Атаки Российской Федерации По Российской Федерации Очень часто Происходят Именно выходные Ситуации На Ближнем Востоке Тоже очень часто Происходят выходные Поэтому есть На что обращать внимание Заявления Всевозможные Поэтому Тоже будем Очень внимательно За этим следить Тем более После вот этой Последней атаки Как я уже сказал Следующий этап Это ракеты Вот Поэтому Посмотрим Что будет происходить За субботу Воскресенье Учтем Что все Что было На прошлой неделе Подведя итоги В пятницу И уже понимая Что нас ждет В воскресенье Уже Соответственно Новый календарь Будем стараться Максимально Приблизиться К реальному курсу По прогнозу Валюты На следующей неделе Как я уже сказал Не нарисовать Это Не начертить Не какие-то там Как говорится Фибоначчи Скользящие И прочее Да А именно Конкретным Полноформатным Полноценным Анализом В отличие от 99% Ютуба каналов И телеграм каналов Которые Соответственно Всегда только чертят И больше ничего Больше никакой там Аналитики нет Мы этой херней Заниматься не будем Поэтому Несмотря на то Что так сложно Сейчас все равно Высчитывать курс Мы все равно Максимально приближаемся К его прогнозу И как вы видите Наши прогнозы Осуществляются Вот Но и даже если Где-то могут Возникнуть ошибки Мы прекрасно Это понимаем И говорим об этом Что это всегда Прогноз Это анализ А не какие-то Предсказания Гадания на кофейной гуще И там рисование И прочее Поэтому господа Очень приятно Во-первых То что все-таки Прибавляются Более новые Более адекватные люди Нежели бывают Заходят Всякие там Как говорится Комментаторы Лишь бы обратить На себя внимание В виде Каким-то высером В комментариях Поэтому Это очень радует Очень мы Конечно Благодарны тем Кто с нами Уже давно И проходит с нами Этот непростой путь Уже Как говорится С момента Когда мы только начинали И Как говорится Большое им спасибо Что они Прекрасно понимают Поддерживают И зачастую Даже дают Какие-то добрые Обратную связь Боевая Там что кто-то Но даже были Последние Там тоже Комментаторы Но мы их не стали Банить Потому что мы понимаем Что это именно Обратная связь А не то что Какой-то попытки Насрать в комментариях Да Вот Поэтому господа Очень приятно То что вы участвуете Как говорится Проект живой Живет Развивается Новые приходят Большое тоже Всем спасибо Кто присоединяется Ну и как я уже сказал Те кто Как говорится Пытается просто Насрать в комментариях Вы знаете Ваша судьба Одна В итоге Просто быть Забаненным Хотите вы Чтобы один раз Блеснуть на небе В виде своего Какого-то высера И потом пропасть Раз и навсегда Пожалуйста Можете это делать Но не рекомендую Потому что Еще раз говорю Тот канал Который мы создали Тот проект Который мы ведем Он абсолютно Эксклюзивный Ничего подобного Вы на просторах Интернета Не найдете Можете быть с нами Согласны Не согласны Это право Каждого Но срать Пожалуйста Не стоит На этом Господа Напоминаю Что те Кто Собственно говоря Интересуется И хочет понимать Что Как Почему Зачем Каким образом Что на что влияет Каким образом Все это работает Друг с другом И соответственно Почему Это не просто Циферки на экране То следите за нами Подписывайтесь И будьте в курсе Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...